а когда это будет реально чемпионская так вот так говорит окей но вот запись у меня самого начала трейд из 3 часа 28 минут получилось не раз не останавливал не разделя сейчас чисто отрывок будет уже этого финального боя и все так вот все определились так но тут конкретно я думаю надо прям смотреть так ну чё кто секунды будет выигрывать так не делал синий электростанция готова рефинели готовится и только сейчас заказал рефинели сварщик я прям всегда обращаю внимание серьезно смотреть за началом катки надо обращать внимание на то сколько рефинели все-таки он построит и сколько потом до закажет хорвестеров вот и очень трудно их держать в памяти они сами то вряд ли будут держать это в памяти но попробовать можно вот 3 рефинели делает сварщик и третий же делает ягелон ягелон я думаю попробую час после 3 машины и ставить да угадал но сварщик делает 4 рефинели он он это правильно делает потому что он он в курсе что в этот момент игры вот он четвертом 4 рефинели сделал и пятым зданием пошел машины завод делать тем временем у ягелона всего три рефинели и чем там и в заказе по моему машины завод вот хорвеста можно отправлять час его корабль привезет к револ тем временем что сварщик опережает у 4 рефинерий в производстве машины завод хорвеста кстати почему-то в базе стоит не сдает ничего когда баками но передел но по и при фенере то есть на одну базу больше вот он заказывает 4 фенель джип производстве колесками трехколеска в производстве ветрячок у сварщика дальше чё радар и рефинели 5 подожди какой пятый или четвертый до после третьего построил машины ягелон и 4 рефинели делает но у сварщика то уже 4 вот он четвертый пошел радар у ягелона у синего он всю эту тему наблюдает сварщик и он соответственно него там на базе шарится так у ягелона готов радар ветряка нету пошел апгрейд в базе хочет на танки выйти но учитывая что дольше времени собирает хорвеста райспайс у сварщиков не должно быть больше по кредитам сейчас выхлоп когда пойдут сдавать спайс они в базу что же там будет строить у нас сейчас ягелон он рефинели строит 5 понимает что этап такой возни разведывательный ему это неинтересно и мучит 5 рефинели просто потом выхлоп чтобы обогнать но но взамен этого процессе производства у сварщика хорвестер сейчас он доделается буквально пару секунд ветрячок делает тем временем ягелон но тут скорее всего второй машинный завод пойдет у ягелона вряд ли 6 рефинели а тем временем у сварщика апгрейд хочет на танки выйти в танк уже в производстве у ягелона один есть один в производстве ну и тогда и и у сварщика тоже в производстве танк вышел танк 2 в производстве ну примерно вровень идут второй завод у ягелона делается машины и так же второй пошел у сварщика но это вровень примерно если все с юнитами контролить все это сейчас сейчас поля спайса будут контролить замещается катка долгое по ходу вот тут бы я прям я не знаю у меня прям рука бы тянулась пушечку влепить вот прям вот где этот машины завод у сварщика стоит там прям влепил бы но у него продакшн танка пошел минус пушки в том что ее можно объехать да но объезд это опять же это время это контроль самый ценный ресурс в этой игре это время которые так как курсор один ты в рамочку ничего не выделишь командов макросов никаких нету все надо возиться вот этим курсором по карте это тоже удар еще замесы на центральном поле спайса ключевое сейчас микро контроль пойдет если он где-то обойдет на каком-то поле спайсы найдет хорвестер противника тот или иной игрок то выбивая хорвестеры и будучи тем самым в плюсе по кредитам просто будет потихоньку выигрывать больше юнитов иметь ну сейчас переход в штурмовики сыграет роль чонус сварщик строит хорвестер либо либо ему снисли где-то хорвестер либо он просто настраиваем чтобы еще побольше поэкономить апгрейды пошли во втором заводе танк пока идет апгрейд танка во втором так еще заказывает танк расставляется посреди близко к базе так что там у нас заказал тоже апгрейд танка во втором заводе ягелон приличная танковая колонна подходит сюда о сколько 76 танков защиту подъезжают готовые красные танки эти уезжают мутят конечно ребята вот сейчас сварщику надо на штурмовик переходить и все и просто он задавит вот сейчас если он это сделает все дальше просто если такое же месиво будет посередине он пока лепит танки то же самое и у ягелона танки обычно идут так отводит танков ягелон танки свои отводит харвестер тем временем делает новый сварщик что-то он там вниз танк отправил на разведку окружает базу ищет харвестер и вот вот это выигрышный момент а по-моему штурмовой танк в продакшене у ягелона это было бы круто если вы его с трех сторон уже не обходил бы танковыми соединениями сварщик сейчас он будет харвестер уничтожать но танки на защите в принципе есть но нас контролить это будет проблем еще реактивочка реактивочка вообще сыграет роли если особенно где-то сверху зайти базу хлопнуть какую-то ну там и пушки есть уже обходить вот снизу если появилась реактивочка в углу можно было бы разобрать с поддержкой штурмовиков конечно чем там пушку исследует здесь реактивочка исследуется по моему 1 продакшене уже готова 1 2 готовится сейчас сейчас он будет играть реактивочками пока он их в обороне ставит но потому что обход отправит в тылу так танк хлопнули космопорт у ягелона смотрел что у него кредитов много косарь решил космопорте взять ну более масштабно играет сварщик более глобально пытается он со всех сторон его окружить опутать как осьминог как какая-то не знаю опухоль тем самым легион просто в центре стоит ну подниматься какой смысл до соединению не так много реактивочка есть но тоже она ничего не сделает там прилично на защите стоит танков штурмовик пошел продакшене у сварщика битва за сколько там за шесть тысяч или за 8000 рублей и от этого не помню половину должны получать от фонда кто победитель будет ну вот месиво посередине и актив очки зря конечно вперед идут хлопнул час реактивочку девочка меньше пол хп это конечно один только выстрел с нее плюс она и так может прилично но когда попадает здраво конечно сносит то ничего так у синего соединения подъехала сюда в центре замес ну штурмовиков прилично чтобы но сдерживать атаку этого сварщика делом подкопил тем временем космопортики заказывают вещи и реактивки и танки и хорвестеры бесперерывное производство штурмовиков о синий тут у изничтожил его соединение в центре это конечно круто но так-то присутствие сварщика еще и снизу в тыл идет реактивка в сам угол как я и хотел еще где-то на полях там сверху штурмовики стоят он по карте если точки посмотреть на радаре у сварщика сверху базы готовы юмиты выйти в бой тут штурмовички идут на защиту хорвестеров обязательная тема мою синий так-то ничего под намутил здесь может по намутить делов и заказы в космопорте и спать нормально идет и он прям вплотную находится с хорвестер может сейчас пощелкать если сфокусировать огонь очень быстро штурмовиков на хорвестерах что же ты называешь тяжелые танки штурмовиками да ну съесть танк все еще это вроде как асада или штурм сильная штурмовой танк ну а так что у нас видишь sega появилась двухтысячном году и мы-то английский не знали а у нас очень был и он знал английский ну как не сильно прям идеально но он все термины которые он использовал мы от него переняли то есть пикар это орнитоптер хоть он в книге орнитоптер хоть и по сам по себе вот это стрекозали также на звезды сетар не топ-то мы сказали пикар все пикар это для меня пикар реактивка это реактивка мы реактивная артиллерия ну штурмовик что штурмовик эмиссии мы также называли то есть первая первая еще 2 2 там тоже кредиты накопить третье это для нас джипиковая миссия джипики там появляются вот эти да в заводе потом четвертая танковая ну танки появляются ну все это танковая миссия 5 реактивная ну не пушечная же назовешь штампушки но в реактивке самые самый сок игры это реактивочка ну и после нее идет штурмовая а потом идет миссия где появляется после хай-тека строишь в машинном заводе какие-то супер оружие типа девиатор девастатор соник после нее идет дворцовая миссия там появляется дворец это предпоследняя миссию финальная соответственно уже с фиолетовыми с радукарами с этим с императором по технологиям 8 9 одинаковая так что-то я не вкурил неужели ягелон выиграл ну по ходу смотри насколько у него техники стоит сварщик стоит не двигает курсором кредитов мало а у того супер не знаю он поле просто центральная захватил сварщик ничего не успел намутить то есть как-то так вроде бы присутствие есть его вроде бы все круто с разных сторон обходит ну-ка включим что там стример какой неожиданный финал лучше чем в любом сериале как я не пытался удержать два за чего получал вливая победу прям ягелон красавчик ну давайте так скажем что надеюсь и геон с призового вот с этого здесь может он услышит с призового решит проблему свою с интернетом охренеть как и и он вырвал победу из-за рта сварщик да никогда нельзя до оценивать соперникой я зайду за первого давай посмотрим по статье получается и геон мировой чемпион мировой ну просто чемпион данного турнира нас подведем итоги призовой фонд у нас еще 7500 правильно с мы посмотрим статистику по 16 минут длилась катка но свар что-то я не понял где он там вот был так а ну хотя блин по экономике плюс-минус одинаково даже не знаю ничего не наши смотри сколько вы просто на 12000 разница 3426 вот по моим ощущениям 8 к разнице все перекопал ну ну под под он дешевым центром ощущения ваш подвел хорвестер и подлубил варах а вы выезжали в центр да видишь яга чемпион турнира 99 пациентов концентрацию региона была сварщик не так аккумулировать но все-таки мне кажется все-таки больше хоров потерял регион куда тебе отправить подарок файты слил спар и о моем так на тебя оставил говорит ну ты я думаю можешь списаться ну все еще сказать красавчик и он красного поздравить его вот ну что ж я короче прощаюсь с вами я тут спать пойду завтра еще не контролирует и еще встретимся увидимся еще чуть проиграем повезло тебе воскресенье работы а там 12 часов все и в отпуск ухожу у меня охранная деятельность надо работать во всем всем ладно счастливо спасибо что зашли выращались счастливо еще спишем приятно было пока